Да, я стараюсь просыпаться раньше всех, желательно до рассвета или вместе с рассветом и... И начинать делать минчик мужу. И тогда новые сапоги, и готовить дома не надо. Все именно так. Миньет. Все. Друзья, всем привет. Мы сегодня неспроста выбрали просто уникальнейшую локацию в городе Днепре. Великолепные апарты. Почему? Потому что снимаем мы сегодня мастера по фэн-шую и мастера по метафизической физике. Какой-то китайской. Я не знаю, что это значит. Я знаю, что сегодня с нами Аннушка Фунтикова, которая объяснит. Начнем прям с привет. 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 Ань, объясни, пожалуйста, что такое китайская метафизика, я правильно сказала? Да, китайская метафизика, правильно ты сказала. Ну, китайская метафизика это очень обширное понятие. Если коротко, то это о том, как жить в гармонии с окружающим миром. Это уже не коротко, как по мне. Если коротко, это вопрос о моем бывшем. А тут как бы давай, продолжай. Вот. О том, как жить в гармонии в собственном доме, чтобы это был не просто 4 стены и крыша, а чтобы это был дом, который наполняет тебя любовью, радостью, который помогает тебе быть счастливее, благополучнее. В общем, это очень крутая штука. И на самом деле, те, кто попробовали ее один раз, возвращаются снова и снова. Как кокаин? Да, что-то в этом роде. Окей, скажи мне, мы, вот хорошо, ты выступаешь как дизайнер, как какой-то человек, который говорит так, а вот сюда фонтан, и тебе говорят, ну как же, это же детская комната, нет, вот сюда фонтан, и вы будете богаты. Это вот так? Ну, приблизительно, да. Приблизительно так это и происходит. Многие, кто готов к совершениям, к изменениям в своей жизни, то, конечно, мы корректируем то, что происходит, то, что не так, и делаем, чтобы было так. Как бы все остаются довольны. Хорошо, тогда вопрос по существу. Сегодня мы снимали с очень красивых апартаментов, которые сейчас выставлены на продажу. Что здесь нужно сделать, чтобы они продались завтра? Ну, я думаю, мы сегодня уже все сделали для того, чтобы они продались уже завтра. То есть ты здесь сегодня ходила, да, и тихонечко там под коверчик монетку засунула, там сережечку оставила, да, перекрестила, иголочку вставила в стенку. Это вот так работает? Заряжала, да. Я думаю, что мы зарядили эти апартаменты шикарной энергетикой, которая привлечет сюда классных людей. То есть смотри, ты, как специалист по фэншу и по китайской метафизике, я не перестаю это повторять, я просто вот вокруг себя это все тоже прожевываю, пытаюсь понять, что это еще раз значит. Ты являешься не просто там человеком-дизайнером, еще и как транслятором энергии, правильно я понимаю? Конечно. В любом случае нельзя заниматься китайской метафизикой, фэншуем, если ты не проживаешь это, если ты не пропускаешь через себя, потому что основная цель здесь это решить вопрос человека, который пришел к тебе. То есть основная цель помочь ему. Кто-то хочет быть богатым, кто-то хочет славы. Да ладно, все хотят быть богатыми. Кто-то хочет встретить свою любовь и так далее. То есть абсолютно на все вопросы, которые могут возникнуть у человека, может дать ответ китайская метафизика. Окей, смотри, значит, такой момент. Предположим, я в браке 20 лет. Ну, предположим. И я смотрю на своего мужа, такого любимого, такого вот с лысинкой, с пузиком. Ой, не такой, но я так просто через 20 лет, я не знаю, что будет. И вот мы с ним уже как бы лепшие друзья, а как бы секса уже не сильно хочется. То есть я могу предположить, что ты заходишь в нашу спальню и говоришь, так, ребят, значит, выкидываем эту кровать, стелим вот этот матрас, шторочки там меняем, люстрочку повесили и все. И я захожу в эту спальню и резко прям хочу. Ну, это все немножечко сложнее, но в принципе... Ну, то есть еще картину надо куда-то повесить. В принципе, можно добавить всякие разные там штучки, чтобы зайти на грани случая. То есть так утыкать стену фалоимитаторами. И резко хочется секса. Ну, возможно, есть люди, которые любят такие штуки. Слушай, а может вопрос не в китайской метафизике, а в легком извращенце, который живет во всех нас? Я думаю, что такое имеется в каждом из нас. Мы сейчас рассекретим, что вот это шарлатаны, а на самом деле работают они на наших фетишах. Ну, все возможно. Даже путем вот перестановки кровати в какой-то другой сектор, который отвечает за любовь, за отношения, за сексуальность. Да, это работает. Ну, естественно, это работает с теми, кто в это верит. Это, в принципе, работает по жизни, да, по вере вашей вам будет. Поэтому те, кто ищет, тут всегда находят. Те, кто приходят за советом, и они настроены менять что-то в своей жизни, да, изменения происходят. Иногда не так быстро, как людям хочется, потому что иногда человек косячит всю свою жизнь и хочет, чтобы там от перестановки кровати все в его жизни изменилось. Ну, все возможно, но не так быстро. И, друзья, сразу совет в тему от редакции Men's House Journal. Если вдруг вы уже не хотите спать со своим мужем, вы уже попробовали китайскую метафизику, фэн-шуй, все попереставляли, поменяли жилье, не помогло, меняйте мужа. Дорогая, скажи мне, мы сейчас уже коснулись там фалоимитаторах на стенах, да, чуть-чуть. Что у тебя по фетишам? Я люблю красивое белье, я люблю ролевые игры. Очень интересно, ролевые игры все любят. Неспроста сегодня вы увидите, как наша Анечка щеголяла в маске. То есть это вот один из атрибутов, да, твоих? Я люблю красивых людей, я люблю красивые вещи, я люблю красивые аксессуары. То есть мне кажется, это добавляет некой такой интриги, загадки. Это всегда интересно, да, сорвать эту маску и посмотреть, кто уже за ней скрывается. Не, ну понятно, от этой маски вообще непонятно, кто скрывается. Там уже знаешь, как я говорю, маска-невидимка прям. Вот, поэтому да, мне это нравится, я люблю такие вещи. Мне кажется, в этом есть очень много эстетики, да, то есть... Только хотела сказать, ты эстет, прирожденный эстет? Да, да. Хорошо, то есть я так понимаю, что в своей жизни ты перепробовала все профессии. Медсестрой была, пожарницей была, полицейской была, да, вот домработницей была. Вот каждый день я пробую эту профессию, на самом деле, хотелось бы реже. То есть это типа так, начинается все с любимой, едем с тобой, в постель мы поиграем, заказываем, слышь, ты посуду помоешь наконец-то или нет, что ты приоделась, да? Да, именно так, где-то так и происходит. Тогда вопрос от наших операторов, которые нужно задавать только определенные интонации, как мы договорились. Какая же ты в быту? Ну, у них-то получается лучше, чем у меня, они просто мужики. Хоть и геи, как бы, но мужики. Я активная. То есть мы сейчас про БДСМ? Нет, я про быт спрашиваю. Я вообще, я в быту, я хорошая, отличница, мне кажется, да, я стараюсь все успевать, чтобы у меня было и убрано, и приготовлено с детьми погулять, и чтобы муж был доволен, и про себя тоже не забывать, потому что я считаю, счастлива мама, счастливы все вокруг. И очень многие девочки, которые после рождения детей, они забывают, что у них есть муж, что они в первую очередь женщины, и для того, чтобы оставаться любимой женщиной, нужно уделять себе внимание и уделять внимание своему мужу. Но на самом деле, если бы все об этом помнили, то, мне кажется, разводов было бы гораздо меньше. Ребят, перефразирую этот длинный ответ по одним словам. Миньет. Все. Все остальное можно было бы не говорить. Это ли в быту она хорошая. Окей, все, ребят, я ваш вопрос задала. Скажи мне, что по высшему образованию? А то как-то мы так сразу в тему углубились секса. Высшее образование у меня есть. Окей. Я магистр внешнеэкономической деятельности. Ну, как и во большинство, наверное, детей своих родителей, пошла по рекомендации родителей, что обязательно должен быть диплом, должна быть бумажка, должно быть экономическое образование. Без него никак не стать счастливой, не стать любимой. Ну, вообще ни разу. И замуж тебя тоже никто не возьмет. Никогда. В эскорт возьмут, а замуж нет. Вот. Так что образование высшее у меня есть. Диплом лежит по лице на полочке. Как бы призвание мое абсолютно в другом. Просто по тебе, знаешь, на тебя можно посмотреть и спросить вопрос. Зачем тебе работать? Ты же красивая. Папа работает, мама красивая. Ну, где-то так по жизни и получается у меня. Ну, я стараюсь все равно развиваться, потому что мне скучно только в стенах дома. Мне даже в фэн-шуевских хороших, грамотных стенах тебе скучно. Я вдохновляюсь тем, что происходит в жизни. Тем, что происходит вокруг меня для того, чтобы принести это вдохновение домой, принести это вдохновение моему мужу, моим детям. Чтобы что-то им отдать, я должна получить извне. Вот так я устроена. То есть я знаю, что есть женщины на сетке, есть вольные птицы. Вот я что-то посерединке. Хорошо. Вот для женщины, которая что-то посерединке, имеет ли размер значения? Мне кажется, главное качество, а не количество. Но у меня по жизни с этим проблем не возникало, поэтому... Везучая, че, как бы. У меня всякое бывало. Скажи мне, у тебя точеное тело, у тебя очень красивое, я просто как человек с мужскими глазами, но с женским телом, у тебя такая красивая попочка, красивые ножички. Это спортзал, это диеты, это глисты. Что это? Ну, на самом деле, со спортом я дружу очень давно, с небольшими перерывами, и я стараюсь поддерживать себя в тонусе. Потому что, если я не занимаюсь каким-либо спортом, пусть это будет один-два раза в неделю, мне кажется, я дышу и толстею. Поэтому это уже у меня такая небольшая спорт, это моя паранойя, да, это моя любовь. Ага, окей, ребят, смотрите, мы ее словили, у нее не все в порядке с башкой. Ой, может быть, фэн-шуй он таких и притягивает, вот слегка паранойя. Другие фэн-шуем не занимаются. Окей, ну ты зато красивая, тебе все можно вообще. Скажи мне, пожалуйста, что у тебя, вот как у человека, связано опять-таки с фэн-шуем, тема мне очень нравится. Есть ли у тебя какие-то ежедневные ритуалы, которые ты по-любому должна выполнить, тогда все будет ок? Да, я стараюсь просыпаться раньше всех, желательно до рассвета или вместе с рассветом. И начинать делать минчик мужу, и тогда новые сапоги, и готовить дома не надо. Не, не так это работает? Такой провокационный вопрос. Это работает так, конечно, но для того, чтобы мой день удался, то есть это ранний подъем, и стакан теплой воды с лимоном. Это я не пропускаю, это никогда, это мой ритуал, от которого меня никто не может оторвать, никогда, ни при каких условиях. И тогда я знаю, что мой день будет классным. Класс, скажи мне, что у тебя в близлежащих планах? Потому что, вот, мне кажется, что ты должна сказать, я обустрою фэн-шуем все дома этого города, я захочу эту страну, я буду баллотироваться в президенты, как любой творческий человек. На самом деле, в ближайших планах у меня отправиться в отпуск. Окей. Желательно куда-нибудь на острова, там как получится. Вообще, конечно, я хочу реализовать себя в направлении китайской метафизики. Мне это очень нравится, мне это интересно. Я хочу помогать людям тем, чем я могу помочь. И, конечно, в дальнейшем моя основная цель – это вдохновление моего супруга. Это очень пофальшую, это очень правильно. Ты его вдохновляешь, он зарабатывает, ты тратишь. Да. Это как круговорот денег в природе. Да, да. Все именно так. В таком случае, вот как очень уравновешенный, очень такой дзеновский человек, пожелай что-то нашим зрителям, чтобы у них все было хорошо, дай им этой энергии. Я хочу пожелать вам, чтобы вы делали то, что вы хотите, а не то, что надо. Это самый главный принцип счастья – делайте то, что вы хотите. Друзья, поэтому сейчас жарко на улице. Хотите пройтись голышом по центру? Да делайте, что хотите. Что там-то полиция? Будьте счастливы. Давайте наполним этот мир любовью и сексом. Это был мужской журнал «Мэнс Хаус». Спасибо. Давай целоваться. Мэнс Хаус.